Поиграть буду и смеется, любит бабушка поиграть. А под каникулы пришла мандарин и конфеты в руках, а сама не смеется. Новую роль получила, вздыхает, в детской сказке играть буду. Я так обрадовалась, пошли бы с мамой в театр. Сказка называется «Аленький цветочек». И сказка интересная, и бабушку посмотрим. Я всем соседям в зале объяснила. У меня бабушка-артистка сегодня в этой сказке участвует. Раскрылся занавес, и началась сказка. Аленюшка со своими сестрицами и нянюшкой своего батюшку-отца в дальний путь провожают. А я все думаю, когда же бабушка выйдет? Дальше страшное пошло. Забыл ветер, зашатались деревья, Заиграла музыка, и на павелее Прикатила баба-яга. Страшная вся, нос длинный, горбатый, Волосы косматые, голос хриплый, простуженный. И тут баба-яга так коня затеяла, Выдает себя за нянюшку. Пришла к Аленушке, и давай ее обматывать. Я твоя нянушка. Не верь ей! Не верь! Это баба-яга! Аленушка не слышит, бедная. Музыку опять заиграли, И закрылся занавес. Все? Спрашиваю. Нет, это только оттракт. Мы теперь к бабушке пойдем за кулисы, Туда, где артисты. Ой, я совсем про бабушку даже забыла. Прошли мы двери, куда входить запрещено. Объяснили, что наша бабушка играет. Открыли нам запрещенную дверь, А там баба-яга стоит. Я как шарахнусь, она говорит человечьим голосом. Что же ты, Надка, пугаешься? Это же я, твоя бабушка. Знаю я, какая ты бабушка. Я тебе не Аленушка. Меня не обманешь? А тут мама говорит. Да что же ты, Надка, не узнаешь бабушку? А я стою, чуть не плачу, дрошу вся. Ты не бабушка, ты баба-яга. Не верь ей, мама. А баба-яга говорит. Да что же ты, Надка, посмотри. Нос у меня наклеены и волосы накладные. Снимает баба-яга нос и волосы. А под бабой-ягой моя бабушка. Тут звонки прозвенели. Мне на сцену пора, говорит бабушка. А я ей. Не надо обратно на сцену идти. Не делай вреда Аленушки, она хорошая. Да как же я не пойду? Ведь это моя работа. Нехорошая твоя работа. Людей обманывать. Зачем тебе такая работа? Ну как зачем? Я хорошо зарабатываю. А зачем хорошо зарабатывать? Чтобы тебе мандарины, конфеты дарить. И мандарин мне протягивать. А я не беру, дрошу вся. Немного мне мандаринов. Пойдем домой, шепчу я маме. Пойдем, я боюсь. До конца досмотрим. А я до конца смотреть не стала. Я зажмурилась. Я только думала, а сама слушала. Когда я вырасту, я обязательно бабушке буду деньги давать, чтобы никогда ей в бабу-ягу не превращаться. Бедная бабушка! Из-за мандаринов на такое пойти! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...